ну что ж приветствую вас господа и дамы снова морж снова метро следующая серия остановились прошлый раз мы на том что моя женщина со мной решила поговорить я от него быстренько свалил не хочу разговаривать она не заслужила и кто там девочка позвала меня посмотреть как у механика со станком странно девочка механик папа я пишу чтобы ты знал когда вернешься где нас мама искать потому что мы с мамой одни остались силанте сказал приезжать в башню а вагон сказал бросить а я не хочу я хотела тебя вагоне ждать омама сказала что нельзя силанте сказал что ты не вернешься потому что не прошел испытания веры но он все врет и никакие испытания тебе не нужны потому что вся if вера чушь я помню что ты говорил мама молчит но я знаю она тоже ждет поэтому за часть скорее поедем от этих дураков я тебя очень люблю настя вот ребенок ребенок а понимаешь что религия попахивает не надо верить во всяких рыб больших это кто тебе по башке то дал это хорошо что вы с ребятами на заданиях нашли а я у вас отобрал на оборудование мастерское пошла меня больше напрягает что-то с маленьким ребенком тусуешься скидываться ехать судя по всему будем долго на патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются и чем дальше от москвы да пока тоже просто не было забывай собирать все материалы какие заметишь а я тут из них буду делать всякие работа непочатый край ладно говорились костюмами заниматься порядок привести некоторые уже как оборванцы ходим число тебя кто по башке это приложил ладно мне тоже князь жалко мне все поделать остался не буду больше отвлекать тебя же полковник звал да собственно и метод есть чем заняться ломать снаряжение все гораздо очимить так руки из того места креста на преги он вроде рукастый что такое настя на вы какие у него волосы жирные ладно понятно все ни о чем разговоры давайте посмотрим у меня там вроде улучшения какие-то были или нет вычищен вычищен все чистая костюм уже в порядке ладно пошли искать в тамбуре курить нельзя для кого табличка креста это дело давай тоже покурил я у него два апс а дай мне апс а а то есть корректируя хожу челки заводское оружие у меня одно забирает ничего продышимся 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 блин у него два пояса дай мне один хотят 8 правильные вы полковник князь ведь как на мосту то выступил орел боевой пацаны ладно хочу на лимать ведь у сказать хотел спасибо в общем вы меня как своему приняли ну и я простой человек на лазер давай хорошо я понял как где полковник то это мое купе судя по всему ведь не хотел доброте пись тут меня только зашел сразу опять начинают так плов по 500 что написано на этой папке плов бомбиться здесь возможно латышки живут дают а латышей баста ой какая целочка давай медлячок чтобы ты и заплакала ну давай ну давай гитару а вот у тебя две хитары давай музицируем я не знаю такой мелодия а ты знаешь что там твоя дочка короче с механиком трется киевская русь и пистолетик какой-то дамский ладно все наигрался спасибо степа блять играл я и вот баба но я давно спросить хотел отец насти что за ствол он погиб ведь вы настизной я не хотела говорить сначала бар привет есть чаще йог кофе йог арте вас бурятами побухать это я всегда знаю сейчас я в очку ярюсь пойду к полковки князь помните как он из библиотеки пришел тоже ведь поминали уже тогда вообще мы уже развели сын сказал все хорошо кстати сказал красноречиво не я не оставляет оставлять не вариант надо допивать пока даю до чего что-то стесняться барбатура конечно явно какая-то а тут князь встревает а мне чего не налили вот я говорю что из библиотеки тогда вернулся на жрачка готовится и ладно вопросов о душ почистили такой скажу я вам вагон нормальный кстати я бы нас а на самом деле на улицу вывесил вагоне тепло но она испортится а здесь верстака уже нет что на этот раз батя слушай удалось связаться с ковчегом спасибо ттшник дешифратор подключил спасибо мы понимаем что там же жопа будет какая-то ну я наш пиздит но не называет даже быстро свое имя я в наш развод то давай не ехать мы какой-то город проезжаем или деревеньку долго долго разговаривают а минуточку проверю к 6 а поговорить так товарищ полковник в этом районе противника не обнаружено но я смотрю мы уже как пол пути прошли как я понял здесь три вот таких локаций будет как с церковью то есть была первая церковь еще будут две таких и наверное три последняя урал это же секретная информация но по-человечески я вас понимает у нас все в порядке и меня до сих пор руки трясутся от нервов батя я убедился только то что ты тупой только но тебе явно не военный отвечал но слышно же поговору артем кстати можешь на карту я на тебя дебила лучше гляну придурака как видишь мы направляемся прямо в ямантал катерина и крест говорят что пути в ту сторону в неплохом состоянии повезло нам там было много приоритетных целей ведемся на пиздеж ладно идем следующую главу посмотрели поезд посмотрели на идиота командира мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия правительственному бункеру яманта пошел уже прям сразу связь с ним окончательно испарила обиду мельника на меня за то что я разрушил прежнюю жизнь он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны наверное для кадрового военного это действительно важно ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы где база оккупантов кто мешает правительству поднимать страну с колен что тут творилось все эти 20 лет мельник уверен всему найдется объяснение его простят нас они простят тоже и все поедут домой в метро я бы еще спросил какого хера пожары в сибири не тушат такая актуалочка пиздец идиоты блять их с нами с ним не выгодно прибил бы на хрен кому правительство мешает поднимать страну с колен кто мешает само правительство и мешает я думал там будет локация вот эта весна да типа урал никогда не был на урале красивенько если там на самом деле так я люблю горы но больше по карпатам специализируюсь часто бывают добрались поймаете если мы к этой цели не месяц 20 лет все целую жизнь до заткнулся бы да не напрасно теперь я точно знаю потому что здесь не знаю на что вот-вот ребенок даже понимаешь впереди какая-то ебать а всем надеть маски пойдем настюшим что опять с артемом то ведь сюда столько попасть мечтала как правительству докладывать так без меня нет у нас нормально хочу я бы закрываю долл этой дуру все еще кашкорда радиоактивно вот что-то меня не целуешь наверно даже не сомневайся первая машина полковник а ты на ходу на свои железки спрыгивать собираешься аккуратней а можно стволы сменить я бакаллаж лучше взял судя по всему нельзя допущение шоу от концов попахиваешь а вот уже я мантау что все так мне тут побегал фигню делов аврору отогнать безопасную зону всем под храню степан остается за старшего все я раньше думаешь отлично поехали у креста наборник у всех до подобный пока давление подкачаем шариков по крафтим наверно до желтая зона отлично конец связи не сделано конечно клево тоже он собачка которая головой куча объектов куча объектов по физике но вот эти лаги вы сами знаете когда у меня блин парень по воздуху ходил когда я в стенку ползал да пиздец мы сейчас каким-нибудь каннибалом попадем вот вам помяните мое слово потом блин зубе апокалипсис был судя по машинам или безумный макс снимали а зельки уазики это грянское место число вот-вот крест у тебя с головой все нормального полковника беда и собственно не будет тебе ковровой дорожки может поехали обратно добро пожаловать ну блин какие военные писали добро пожаловать что смотрите ну да точно каннибалы количество людей напрягает и добро пожаловать в ковчег полковник проходите по туннелю и спускайтесь на лифте внизу вас встретят ну вот нас ждут проблема нас ждут вот эти вот все добро пожаловать это уже прям ой 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 как палевно а я судя по всему в подземельях люблю находиться на свежем воздухе было хорошо вот-вот думай балкан даже только трупов не хватает а трупы видимо сожрали доброе правительство путин есть детей я всегда это знал он в конце будет будет сидеть и кушать младенца могли бы прибраться но посмотрим оставайтесь лучше с крестом но хоть хоть что-то верно решил и лифт какой-то блин засранный ну хоть не а босса на наверно вроде чисто поехали ты хоть речь-то подготовил а то как заглянет тебя это же сам министр ночь не спал вот видишь ничего сказать не хочешь а вот артем тебе кое-что сказать и хочет спасибо что не сейчас я на твою жопу придется вытаскивать вместе с попкой моей женщины у которой винтовка в плащ уходит ну вот и все застряли я приехали с богом дезактивация наверное здесь должна быть вообще-то начальник будет дезактивировать мы фаним а по там уже куча уродов биошок напоминает если честно вот не надо на меня светить товарищ министр командир сводного отряда сил специального назначения города москва полковник лаи левки какие-то у них не очень хорошие прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей среди нас есть женщины и дети новая готовность основного состава на высшем уровне видно же что уроды понятно скриптовая сцена я не мог вырулиться реально безумный макс оружие броня из покрышек ногами их металлическими пинай уроды вот уроды солдаты видно деградировали ладно что ж теперь будем воевать против российской армии судя по всему если это реально солдаты деградировали блин этого каска нем немецкая похоже на немецкую что с остальными доктор все идет по плану все целы пока что значит пока я требую немедленной встречи с министром обороны не волнуйтесь все будет слишком хорошие у них у всех зубы для постапокалипсиса если честно мелочь конечно атмосферу убивает точно каннибалы мой яш яш ванга и в пьесе агентов вангую здесь вангую каннибалы блять кстати если бы не как бы был каннибализм они по зубами были очень серьезные проблемы они здесь она там чёт чего-то меняет ведь находят тельство которого вы заслуживаете путина покажите который детей я спокойнее а то у вас случится разлитие желчи а кто же любит когда печень горчит я не только с девушкой вот придется повременить анализы сделать ай-яй-яй девушка что за тон берите пример с молодого человека он давно очнулся но молча тоже на кого-то похоже на вот на кого на кого-то похож пиши в комментариях если знаешь на кого от кого-то у меня напоминает из русских деятелей если не хотите чтобы она хорошенько я но не навальный конечно вы сейчас возьмите невзоров что хрен его знает я не взорваю сложно представляю без таких перс не каких-то пиджаков и так далее или на гордона отлично заменить молодой человек когда мы с вами закончим он наверняка не станет упорствовать блин убать и даже ног нет шоу там шоу там хавать собрались начинайте тебя с того света достану очень может быть полковник я вполне могу вами подавиться а пока разрешите ватаны короче ватаны каннибалы не пытаюсь ребят никого обидеть если что все именно в юмористическом контексте я в политоту не лезу а вот этот похож на каннибала зубами покушай вы покушаете сейчас вас уделают наши ребятки вот так нормально так ну а мне дайте кого-нибудь приложить или я чисто наблюдаю меня они же понимали что отряд спецназа ну блин что мы умеем не допустить на нас деревенщины с топорами но это дело такое да куда идти так дайте мне рюкзак открыть это у меня блин этих шариков мало и ту его туда мне калаш точно пригодился на максимум шарики загоняем где стрельба идет вижу блядь снова внешний этот есть вот так будет веселее унишали люди бесконечный ресурс они спокойно смогли здесь закрыть и ждать пока мы сдохли из воды и еды и женщин какой лифт не вижу лифта а вот лифт а я попробовать хотел а тихо а нормально патроны на калаш патроны на дробовик патроны на все хорошо но точно как нас до 6 лишь такой экзак на шамельник хоть извинился времени у нас думаю не больше десяти минут так что придется растереть спорим я найду сам бери фильтра вентиляционный генераторный зал и склады идет со мной в командный центр артём на тебе казармы и медблок да и угадаю где больше всего народу в казарма да потом у вас уроды бегают ну ладно все вы дальше поехали или как да понял понял ну погнали погнали здесь наверное уже точно нет смысла по-тихому их убивать потому что явно уроды явно каннибалы и вряд ли испорчу карму если перебью всех нахер потом узнаем солдаты не солдаты хотя говорят если медистр то есть наверное солдаты так страница дневник 1 повезло как же повезло что сроки сорвали я дурак еще премии переживал на хрена кучки пепла премия так правительство так и не прибыло так что весь комплекс наш все запасы бункер на целый город запасами на годы а нас всего-то пара тысяч плохо только с бабами не протык не протык но ничего спокойно дождемся пока радиация рассосется и спустимся с горы вернее вылезем из-под нее да уж повезло на правительство не просто так не приехала потому что бюджеты на запасы кто-то распилил спиздили как обычно похлеще нашего строительного мы то в конце концов готовы к сдаче а жертвы на складах нету понятно кладовщики варьё все не зря мы с ними разобрались но тут похоже они не врали целый склад прапорщику за месяц не сожрать а там пустые стеллажи но крупы какие-то макароны да только до конца года и в обрез стоп похлеще нашего строительного это строители по ходу вводила то есть это не солдаты даже я форму они под сперли а кто кто тогда министр главных прораб или как чего не это да такие русские они должны быть ну чуть-чуть другой внешности как дверь открыть ну да в таких помещениях дробовик меня будет самое оно опа сейчас за дела открывайся дверь или как это закрылась то не открылась тут какие-то щитки протискнуть протискнуть понятно непробиваемо блин а хрена я аптечку использовал зря аптечку просрал тихо расшумелись ну да по форме вроде солдатская но надо все собирать пока отстреляюсь из этого дальше будет переходить на шарики потому что патроны я здесь судя по всему нигде не скрафчил мне нужен верстак а калаш я по всему просто не достану о калаш как бы можно его взять вместо дробовика да или или нет скорее вместо пистолета я его возьму вот типа все шабриде снимутся или нет нет давайте возьмем калаш а с пистолета снимем все обрейда вот так вот взряда сразу не начал стрелять товарищ а пистолет потом если что возьму в поезде уже тут мне явно нет это не нужен стелс да не нашел если у меня нет таймера значит каждая секунда не на счету мельник я играл в игры я знаю как она работает я понимаю каннибалы каннибалу начался так засрана и это явно не человечная это явно куда барашек шапочка спорт выносим а шиша перезаряжается быстро так нуля-пнули все да у них вот у вас тут мясо такое нормальный набор или вы свежачка хотели но темночка то понятно кстати что врач говорил про ее кашель мне это нужно напрягаться может мне тоже как бы это анализы там сдать или или что мне кажется ничего не показали в первой части кстати по вам показывали секса ней ну так кусочком хотя бы что мяско откуда русский это что вообще такое класс комната типа комнатам оля какие патроны чая взять не могу и тут патроны и тут патроны артём блин халявные патроны на какую-то явно пулял куча не берется нож почти как у меня включатель включаем раз включатель на дочь надо включать что-то там упала это оружейка блин о какой-то прицел на коллаж хорошо кстати да откуда не блин выпрыгивает конечно как деградировали что короче живут вентиляция да все-все-все его дезактивировала по ходу дела и и наверно мне набегнула что туда лучше не идти то есть лезть сюда ладно еще оружейную все-все она дней забрал калашер забрал здесь вроде все здесь могу пролезть до могу пролезть значит тут еще что-нибудь по-любому должно быть поползли дата хотельца упала вроде вроде больше ничего манекен патроны нет наверное по странице дневника 2 все все просто сидят живот уже даже не болит хорошо не стали дураков слушать много воды пить еще протяну недельку состава опухли писать трудно не могу об этом не надо неделю назад сварили суп пятеро в блоке сразу скопытилась накинулись ну да короче когда голодаешь нельзя сразу надо броситься на еду сдохнешь я день не мог прикоснуться ночью немного попробовал сразу выбривался утром прошло ничего как куриный зато опять пишу думал дойдут совсем короче но они начали есть людей не знаю какой вариант конечно вот когда ты сидишь в бункере и как бы поступал я но помню какая-то была история с то ли футбольной командой которая потерпела крушение где-то самолет потерпел крушение в горах снег все дела и они хавали то хавали трупы ну а в принципе какой вариант если ты хочешь выжить то наверное я типа никого не призываю в каннибализму не подумайте я просто размышляю что если хочется выжить наверное наверное я бы ел ну вот как как-то так я думаю вариант лучше сдохнуть но нет мне кажется глуповат ладно давайте пока откроем рюкзак во первых прав во первых сделаем аптечку еще потому что ну нахрен шариков 109 сделаем больше и про обрадим оружие во первых тут есть рукояткой нахрен не нужно оставляем приклад и прицел не ну это какой-то прям такой здоровенный здесь на самом деле вот такого достаточно коллиматора ну это тоже коллиматор закрытый поэтому ничего особенного а вот на коллаж можно ночной темно в темноте но я в ночник не нужен на коллаж этот оставим и все на вверх установить же надо нажать дам и тихарь потихарю у меня вообще никаких аббрейдов не а вот на тихарь можно поставить ночник это неплохо давайте глянем как он выглядит тихарь достань но нормально как оптика сходится пусть именно сам ночник мне не с не особо нужен но нормально полезли артём нам явно туда потому что там люди умирают риска побежала да как он не сдох а вот сука ушел а у меня есть такая штука я тоже взорвался ладно 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 запомним гранаты под ноги лучше не кидать цель я будешь чтобы одну там все дропа надо можно же не возвращаться здесь тоже все дропа на коллаж коллаж и тихарь без улучшений сейчас сделаем аптечку сделаем к на коллаж я вот этот прицел ставлю да и на тихарь колема ночник здесь рукоятка нет рукоятку не ставлю все аналит как я мудрец или по головам то промазать хотя бы в любом случае их надо валить потому что чем чем меньше людей и тему тем лучше хрен его знает можете конечно потом с ними даже не встречусь причем я заметили а она еще не вырочен ладно сбежали будем считать вам повезло сейчас так попахивает шухером шашлы все каннибалы то на одно лицо а ты после встречи с вами со мной у них должно лицо отсутствовать как я понимаю тут арут тут счет их сильно до хрена и одни мужики на удивление тоже женщин пожирали не поверю даже самые тупые отморозки поймут что нужно размножение женщины должны быть либо в кита лагерях чисто использоваться как вернись мой мозг понятно да и такой срач ну блин ну ладно опустились каннибализм все дела ну что мешает при при этом нормально в нормальных условиях жить ничего нет почитать там например только дробь только дробь здесь как с почитать там третья страница дневника например канистра здесь ничего интересного ладно двигаемся то судя по всему это казарма такие я не знаю я был на месте этого министра нам ногами от пинал бы солдат за такой порядок в казарме солдат в чем прикол что они должны быть еще и собраны и короче и вообще все по красоте должны делать они они просто раздать им оружие чтобы они перли дисциплина это тоже очень важно тут он судя по всему подрачивает 86 год 89 телочка моего как вышедшая в моего в мой год рождения так вот я не понимаю удар нанесенный был уже по россии то есть но должен должны быть там журнала playboy еще через в таком роде тут вообще внимание 2 2023 год 28 05 понятно понятно на башка в банке какой-то ты уродливый товарищ ну ладно мне с тобой не спать а вот с моей женщиной сейчас кто-то по ходу делает спать поэтому пошли искать вот так эти твари бегают их до хрена а у меня здоровье не казенная патроны ловить как минус опять же вроде у всех автомата дергаются они с дубинами пока автомат достают они умирают как-то как-то можно было полнее это хардкор надо было что самый максимальный вообще уровень сложности ставить кто-то пиждит наверху наверху ну ой гулять только сказал что они автоматы чуть не используют интересно дробовик можно пробовать и там ну на 5-6 заряда что-нибудь в таком роде чтоб попали короче грубо говоря из него сделать вместо двухстволки было бы неплохо и узнему точку я к ним включили вас не вышел кто-то глупонут где еще где еще кто ух ни хера себя там уже судя по всему артиллерию начали использовать отойти от меня дайте от меня это да я получил нормально по шваму вдохнет и мать твою все тишина должна быть в библиотеке что-то на что-то нажать можно было не открыть это патрона так как я в него не попал дважды что-то слишком уж много их судя по всему эта миссия такая чистая экшеновая не будет здесь к никакой общей карты наверно ну да не будет здесь ничего здесь чисто стрельба побегал по сырой землица и хватит с тебя а мы моржи свободы люди не просто аж так давайте фонарь подзарядим он как-то и светит получше когда заряжен понятно понятно залупа какая-то бронирована да блин кидая гранату нормально ложек давай коллаж достаем блин он со всех сторон бронированы чем если делать чем если делать вот даже броня не отлетает оружие закликнул нажмите к блин вроде шлем с него слетела толку короче какой-то очень напряженный соперник блин да я не знаю как его убивать аптечек не отлетишь ну да сколько мастер я клеился полин это жопа ребята это жопа просто какая-то жопа как этого товарища выносить хрен поймешь я две гранаты под него кинул это не вариант короче надо как-то аккуратнее тут еще за замкнутое пространство да понятно наверное сначала короче вот этих всех повыпиливать со всех сторон что это было а потом уже разбираться с его блин и попадаешь капанная через трубу через все пробивает у него даже шлем так шлем все он умер нет не умер птичка давай замкнись уже думаю огонь полин я опять что маму шла шла на шоу я вам хочу сказать господа это реально потно хрен его знает как выносить этого товарища бронированного что-то мне это напоминает босса вертолета из очень старых игр кто играл на приставках знаю что в каждой я был гос вертолет вот такс давайте сначала накидаем себе аптечек и накидаем себя гранат во первых аптечек 5 а граната я не смогу сделать до печаль к печаль как есть куда улучшения что это такое невидимы лучше на классного лазерного прицела создает на цели очень небольшое пятно который может заметить только с прибором ночного видения а это типа если вы воевать с ночником но нам не нужно пока поэтому поэтому не будем дробовик короче я думаю так он сейчас выходит я сразу закидываю его гранатами по максимуму просто сколько смогу столько и закидаю а дам там уже дальше будет как будет давай начинаем первая граната пошла вторая граната пошла третья граната все она больше нет а есть и вот есть коктейль молотова на тебе ну ты горишь вообще или как все да ладно ребят отклеился все отклеились ну я красавчик пироман можно обоссать его трупа и об с удовольствием меня больше интересует что у него запулялка 1 и и что меня ждут дальше 2 блин если эта хрень была здесь коктейль молотова решает о ее и что же это за штука то такая пулемет судя по всему его можно взять вместо чего-нибудь я думаю я думаю сброшу тихарь а чего стоп это это же мой обрез калашниковские патроны понятно у меня остается калаш пулемет и тихарь до тихарь меняй а тихарь он вообще не выкладывать не выкладывает то есть короче я либо обрез снимаю либо коллаж значит давайте снимаем калашки 1 патроны одинаково снимаем снимаем всего все запчасти вот так нормально но какая штука у моща наверно хоть и патроны на все это дело брать давайте тут обдропаем ся потому что блин верстака то нет я нигде сделать не смогу на патроны патроны у меня патрон 75 в обойме и 105 в этом ладно оставим его на каких-нибудь боссов меня пока вполне дробовик устраивает на него тоже патронов уже маловато осталось ну еще есть тихарь который сдувает постоянно так иди сюда а у вас но кто-то с автоматом вырулился как с оптика у меня более меня только тихарь да где лупим по фонарику до выручили меня коктейли молотова гранаты не особо выручили вот коктейли молотова выручили четыре патрона на дробовик печалька печалька то что-то не доел дэнжер стоп сейчас у меня в судя по всему останется только тихарь да и все только что записка была или да вот дневник офицера месяц уже сидим как крысы в норе от толку даже не знаем остался ли хоть кто-то еще в живых все антенны снесло радиация такая что о ремонте и думать нечего хотя будь они в порядке кому мы нужны а часто так и не приехала похоже правительстве правильно строители говорят надо устраиваться здесь надолго что-то они со своим советом совсем уже ладно бы строители такое выдумали о военном чего в эти игры играть чтобы не комендант своим приказом пойти урезал а правительство постановило а с него и взятки гладки ну и пустым складом все равно как не следитесь а ну с пустыми складами все равно как не садитесь доктор прав мы радисты попали сюда не напрасно мы спасаем не только своих товарищей но и тысячи выживших снаружи надо только наладить связь и сообщить начальству что мы живы они обеспечат поставку продовольствия и тогда проект ховчих сможет дать всем желающим надежное убежище от радиация что может сейчас быть важнее ничего ради судя по всему ты настроил рацию они начали сюда приводить людей и жрать вот такая вот baby story love пусто-пусто мне любой щас друг блин приходится потому что патронов реально оляк пулемет конечно это хорошо но я нашим патроны будет выплевывать просто я не буду успевать их находить калашик разряжаем конечно же когда выставка лекарств а есть чё интересно это и селин ладно когда презервативы были оба женщина моя женщина попахивает я вам это скажу сейчас какой-то не хорошей вещью чем можно обыскать нет мне зажать что можно ты жива моя старушка не она нормально женщина ты неадекватно его допросить можно было как бы ну пиздец вот тебе бы баба так если ты про секс я не хотел идем доложим полковнику обыскать этого товарища можно было ух тут гляньте а это ее шмотки да я просто же ничего не заберу смотки возьми свои эй смотки свои возьми вот дура вот же дура послал бог женщину ну ладно хотя бы она у есть все я спрятался я в домике я хотел кашу когда мне будет 30 вырыть себе дуру забиться в нее и на всех злобно шипеть вот вот моя нора я я я готов я здесь и останусь жить тоже каннибалом стану а чё нет трупы трупы блин они их едят или такое ощущение что они только мясо просирают запихнули бы в холодильнике но смыслу куча трупов куча гниющего мяса и при этом все которые на меня нападают кричат еда еда какая вам еда у вас тут еды до хрена вы ее сами просираете оказывается есть куда расти а здесь и вовсе съесть собирались хорошее мразь какая поразительно просто ведь похоже но ничего посмотрим еще и вот им это женщина расскажи как же зливчика у тебя сосочки не видны а не расскажешь не нарисовали хороший вид не трейсер конечно не вдова ну вполне нормально для просто апокалипсис а уж точно это вояки это вояки кто знал что тут 20 лет люди время объясняться они вот нормально выглядят но относительно правительстве всегда такие разделяя в ласку не слышал мельника да не знаю сергей что у тебя нашел комплексы штабы связи давно нет на те что светится минимум пару лет после войны работ внизу это штаб к спи один центр связи еще в новосибирске погнали в новосибирь я там не был какой-то бункер нас потащишь этого не хватило не знаю она решать надо всем мастер понимаешь мы уходим секунду сейчас доломая заметочка какая-то давайте глянем если идет прав наше путешествие все же не был напрасным спутниковые карты традиционной обстановки дадут надежды найти новый дом не только нам и всем вышившим только найти сначала нужно вернуться на аврору понятно погнали хватит меня пинать идиот но ты что забрала что нет хотелось бы все время что вот сама давай понял идиот тебе не светит и походу и мне не светит игра наверно 6 плюс можно за тебя спрячусь вот так как буду так дропчик дропчик надо весь собирать давай 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 заходим на прикрываться вот такими листами конечно это дело такое я могу и в полный рост постоянно добью дробовик и доставлю пулемет а так все не лука ручья надо судить доставать делом хорошие нет на 2 вот у тоже вагон экспресс то есть может еще вагона возьмем ребят блять блять нормально моя женщина как стоит а я на твою кстати форма там забыли зала было бы нормально пошла моча по труду кстати я тут судя по всему они все равно не довольны знаете вам еще буду нормальная тема только вот пулемет я за не пустарный жалко реально что разработчики не смогли купить лицензии на оружие потому что всегда конечно приятней бегать с настоящими стволами я во многие игры не играл вот потому что стволы ненастоящие в той же мафии 3 стволы ненастоящие хотя и что москва в подчинение уставки что оккупация что по законам военного времени что в москве полковники а тут генералы как салагов как и сам вот тебе никто и не пишет и чё делать будем господа присяжный заседателя ну что я повторю свой вопрос и что ты вот читаешь мысли женщина может все же вернуться в москву рассказать им правду про войну кто нам поверит нас на подходе расстреляют и даже если пробьемся что мы сможем против ганзи вот-вот миллер наконец-то мозги начал включать а может вернемся на волгу там вроде жить можно с местными что делать они нам если помните не особо обрадовались убить всех кто-то готов на так я могу артем еще в москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию ну так может заняты тупо я повторю у нас две бабы всего одна только на вырос 3 ты готова рожать каждый год только рожать и сразу залетать а вот эта вторая готова спутники что спутники свалить с этой планеты на каспии есть центр космической связи несколько лет после войны он работал если нам удастся получить собранные спутниками до ехать наугад не придется да супер я согласен ветки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь так вот мне не понравилось и за весь бункер мне как-то апгрейдов на оружие не надо мало за вуза там где эти фанатики были много сил она собирала здесь что-то голяк действовать осторожно а во вторых есть только прицел начинающая сути у меня нет у тебя кстати еще и снаряжение нет но его забыли в бункере дура ну что ждем поехали искать твою идеальное место и тут уту поехали три месяца в пути три месяца из последующая локация по ходу после этого всего это последний готовы к чему угодно от центра связи caspia 1 нас отделяют считанные километры найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место где мы сможем наконец спокойно жить не знаю но что нам остается кроме надежды пустыня дает о себе знать экипаж все больше страдает от жары и жажды да и аврора не в лучшей форме уголь кончился и и пришлось перевести на подножный корм старые шпалы и хворост попахивает идиотизм у девы столько дров наберете что плита все время это в топку пихать это нужно каждые 3-4 километра останавливаться рубать леса и пихать ладно мы здесь не за логикой мы здесь за интересным сюжетом ну естественно надеюсь что вы здесь за моими комментариями ребят на этом заканчиваю серию давайте в следующей серии уже добьем последняя локация как я понимаю или предпоследний но я где-то уже близко к концу кстати на ближайшем выставке компьютерных игр 2 dls ки делают на метро поэтому ваша поддержка реально решает и я смогу купить их и это же пройти как бы на этом пожалуй буду прощаться ссылка на весь плейлист в первом закрепленном комментарии если хочешь посмотреть все мое прохождение сначала спасибо за просмотр с тобой был морж до новых встреч пока пока встретимся на каспии